Дикий ландшафт Веками известный как Илха Формоза, этот красивый остров остается таинственным краем величественной красоты. Однако это не затерянный мир. Это Тайвань. Некоторые места здесь очень многолюдны. Этот остров разительных контрастов долгое время был местом смешения древних культур. Несмотря на вмешательство людей, многообразие животного мира расцветает в этой одной из наиболее горячих точек дикой природы. Только здесь находится множество необычных созданий. Наш рассказ о том, как многообразие дикой природы на Тайване пережило суровые ветры перемен. Остров Тайфунов Тайфун приходит с Тихого океана. Этот разрушительный шторм является азиатским вариантом урагана. На Тайване брушивается 3-4 тайфуна в год, заставляя животных вновь и вновь искать убежище. С уходом бури жизнь возвращается в норму. Обычно Тайфун сохраняет силу неделю или больше. Этот сейчас направляется на побережье Китая. Однако другие продолжат разрушать Тайвань. Остров был образован титаническими силами, которые продолжают дело и по сей день. Извергающийся пар и кипящая грязь намекают на массивные силы, создавшие горы. Остров продолжает увеличиваться на несколько миллиметров в год. Причиной служит столкновение континентальных плит глубоко под землей. Но эта сила не только создает, но и разрушает. Толчки сотрясают остров ежедневно, а каждые пять лет случается большое землетрясение. Однако разрушительные силы земли создали драматический и райский ландшафт для дикой природы. Потоки воды, стекающие со скал, до сих пор углубляют ущелье Торока. Прямые мраморные утесы сейчас возвышаются на 600 метров над рекой Ливу. Юшан, нефритовая гора, высочайшая из горных пиков Тайваня, достигает почти 4000 метров в высоту. Древнее морское плато поднялось наверх почти 4 миллиона лет назад и сформировало горный хребет острова. Эти горы пережили много штормов в неспокойные времена, с тех пор, как поднялись из моря. Сейчас Тайвань лежит в 160 километрах от побережья Китая, но он не всегда был островом. В прошлом земляной перешейк несколько раз соединял остров с Азией. Так сюда перебрались многие виды животных. Богатое разнообразие уникальных форм жизни эволюционировало с тех пор. Тайваньские мунтьяки и ящеры населяют леса сегодня. Формозанская серна, азиатский дикий козел и леопардовый кот также живут здесь, вместе с более крупными хищниками, которых многим животным приходится опасаться. Тайваньский черный медведь. Несколько сотен этих сильных зверей еще населяют отдаленные горные леса. Формозанские макаки всегда опасаются хищников и представителей других отрядов. Но почти 6000 лет назад появилась новая угроза. Первые люди собрали челюстные кости многих жертв. Горы стали их королевством. И последующие чужестранцы приходили сюда на свой страх и риск. Еще почти 60 лет назад некоторые племена практиковали охоту за головами. Темные обряды, как племенной спорт, существуют и по сей день. Воины Лукай раньше бросали на копья отрубленные головы. Но в наши дни их заменила капуста. Предположительно, эти люди пришли из Индонезии или Малайзии, а не из Китая. Но их точное происхождение до сих пор неизвестно. Они глубоко уважают животных, на которых охотятся, и носят клыки и когти дикого кабана, как трофеи. Они также используют орлиные перья, чтобы отметить уважаемого охотника. Традиционно дети племени Бунун обучались своими отцами стрельбе из лука. Перед их первой охотой они использовали уши животных, как мишени. Они также были фермерами и растили урожай проса в местах, очищенных от леса, чтобы обеспечить себя мукой. Для горных племен выживание в горах было постоянной борьбой и проверкой суровым островным климатом. Они боялись темных сил земли и злой магии, вызывавшей дым из-под земли. Они избегали странных, бесплодных мест, где никогда ничего не росло. Они изучили лесную жизнь и выживали в пышном ландшафте, который любили и уважали. Люди леса познакомились с существами, окружавшими их, и о многих из них рассказывали истории. Многие существа, уважаемые туземными людьми, еще существуют в изобилии. Горные орлы несут змей своим детенышам. Такую еду часто приносят живой. Орлята скоро научатся убивать и глотать даже больших змей. Уже через 10 недель после рождения они покидают гнездо и учатся охотиться сами. Тайвань и его дикая природа встретили первую волну человеческого пришествия в основном неповрежденными. Но 400 лет назад пришла новая, более угрожающая волна. Леса в долинах уступили место рису, когда десятки тысяч китайских семей прибыли с большой земли. Традиционно рис рос на небольших полях и собирался руками. Ветры перемен, однако, стали дуть еще сильнее. Выращивание риса в долинах стало бизнесом и совсем вытеснило дикую природу. Однако несколько видов получили преимущество. Цапли ловят насекомых, которых спугнули люди. А летучие мыши охотятся в полете. Китайцы также привезли чай, который хорошо рос на горных склонах после того, как их очистили от лесов. Там, где сейчас живут и работают сборщики чая, когда-то обитало множество видов животных. С продвижением людей вперед, некоторые из них уживались рядом с ними. Балки этого здания стали домом для маленьких, покрытых мехом существ. Летучие мыши считались в древней китайской культуре защитниками домов от зла. Их название на мандаринском диалекте также означало удачу. Здоровье, счастье и долгая жизнь традиционно обозначались символом летучей мыши. С ростом китайского влияния больше диких лесов было замещено гигантским бамбуком для выращивания съедобных плодов и стройматериала. Пень быстро наполняется дождевой водой, и запах бамбука привлекает замечательное маленькое создание, вознаграждая первооткрывателей. Лесорубы неумышленно создали рай для лягушек. Древесные лягушки нашли здесь идеальные дома. Ночью самцы из своих частных бассейнов призывают самок. Когда самка, наконец, приходит, самец быстро прыгает на нее. Древесные лягушки всегда покидают воду, чтобы отложить икру, и затем сторожат яйца внутри бамбука над поверхностью воды. Икре лягушке нужен воздух, в воде они могут задохнуться. Закончив кладку, самка уходит. Однако яйца не брошены. Отец остается, чтобы заботиться о них. Появляется неприятная угроза. Слезняк любит нападать на незащищенные яйца, но лягушка-отец их бдительно охраняет. Реакция лягушки убеждает слезняка, что он не сможет мирно поесть, и он уползает искать более легкую добычу. Отец защищает яйца и другим путем. Брызгая на них водой, он не дает им засохнуть. При такой тщательной заботе почти все яйца развиваются в головастиков. Когда все они попадут в воду, работа отца закончена. Однако неделю спустя возвращается мать. Чудесным образом она находит путь обратно к тому же пню и мечет икру из неплодотворенных яиц, чтобы накормить головастиков. Она хорошая мать и вернется снова, если змея не поймает ее раньше. Наиболее опасна для лягушек – ядовитая зеленая бамбуковая гадюка, которая часто лежит в ожидании около водоема. Пока гадюка ищет лягушек, другая не ядовитая змея преследует свою причудливую добычу. Гладкая зеленая змея – специалист по охоте на червей. Формозанский хорьковый барсук также любит червей и посещает фермы и сады, чтобы их найти. Гиперактивное маленькое животное пролезет всюду, где можно что-то найти. Гниющее бревно – отличное место для насекомых. Змея продолжает свою незаметную охоту. Черви – не самая трудная добыча, но они скользкие, и атакующая змея должна сделать хороший захват. Когда червь пойман, начинается перетягивание каната в миниатюре. Когда ночные создания возвратятся в свое логово, те, что встают рано, приходят на территорию человека. Макаки выходят из леса, чтобы посетить декоративный водоем. Пока люди практикуют древнее боевое искусство тайчи, молодые макаки проводят собственные упражнения. Макаки продолжают наблюдение, чтобы они не оступились. Макаки не любят за воровство те, кто выращивает фрукты. Но большинство тайваньцев терпеливы и многое позволяют этим азарным созданиям. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ За прошедшие несколько сотен лет с ростом населения лесное сердце острова стало местом жизни большинства представителей дикой природы Тайваня. КОНЕЦ Глубоко в лесах макаки еще охотятся на насекомых после прохладной горной ночи. КОНЕЦ Обезьяны довольно неряшливые едоки, чем с удовольствием пользуются мунтьяки. Олень ест листья и плоды, оброненные обезьянами, поэтому ждет неподалеку. Обезьяны даже бросают ветки на уровень, до которого может дотянуться мунтьяк, что очень на руку этому маленькому оленю. Мунтьяк, кажется, принят макаками как почетный член их стаи. Этот обычно пугливый олень ведет себя с обезьянами очень спокойно и даже пытается поиграть с ними. Медведь охотится за едой, но на этот раз не за мясом. Он ищет желуди горного дуба, и богатый урожай очень привлекает медведей. Они собирают ветви, сбитые штормами, но могут также забираться на деревья, чтобы поесть. Горные леса, куда заходят немногие охотники, долго были медвежьими убежищами. С ростом населения медведи ушли из долин. Сейчас их будущее зависит от условий в диких горах Тайваня. Горные леса Когда горы погружаются в сумрак, ящер появляется из своей норы. Это странное беззубое млекопитающее следует за своим чувствительным носом, чтобы найти любимую еду – муравьев и термитов. Несмотря на свою довольно неуклюжую походку, ящеры могут даже залезать на деревья в поисках добычи. Гибкий хвост дает дополнительную хватку, чтобы удобнее было залезать наверх. Он нашел гнездо древесных муравьев. Убедившись, что гнездо занято, ящер прогрызает себе путь в сердце колонии, чтобы добыть сочную белую пищу, которая обычно находится внутри. Много муравьев погибает, однако осталось достаточно защитников, которые бросаются в бесстрашную контратаку. Пластины защищают тело ящера, но тысячи муравьев кусают его глаза и пускают кислоту, вынуждая отступить без добычи. Высоко на деревьях есть другие странные создания. Цикады появляются из оболочек прошлой жизни. После нескольких лет, проведенных под землей, начинается короткая взрослая жизнь. Благодаря 20 с лишним видам летучих мышей, жизнь насекомых полна опасностей. Первый же полет цикады может оказаться последним. Формозанская листоносая летучая мышь – одна из самых больших летучих мышей, питающихся насекомыми. Она быстро съедает даже крупных цикад. Пока летучая мышь ищет другие жертвы, другое ночное создание выходит за едой. Гималайская цивета участвует в полуночном пире. Это обычно плотоядное животное привлечено неотразимым спелым фруктом, растущим на деревьях. Горы – место рождения многих течений. И эпическая борьба за достижение этих пузырящихся вод только начинается на побережье. Миллионы молодых бычков устремляются вверх по течению. Но сначала они должны буквально пройти сквозь строй в низинах. В Новолунии сотни рыбаков из племени Амии собираются в устье реки. Рыба известна у Амии как вулау или маленькая луна, потому что она выходит из моря только в самую темную ночь. Маленькие вулау – приз для гурманов, предпочитающих есть их сырыми. Днем рыбаки все еще в работе, но скоро они отправятся домой. Крачки ныряют, чтобы поймать свою долю. Играет музыка Несмотря на налеты крачек и рыбаков, большинство бычков проходят дальше и продолжают свой путь. Выше по течению белые цапли представляют еще одну опасность для молодых рыбок. А мелководье работает против бычков, стремящихся вверх по течению. Следующие потрясения ждут любой мигрирующий вид, входящий в сооруженные человеком каналы у истоков рек. Маленькие запруды отводят их в сторону, где их намывает в ловушке. Пороги противостоят выжившим особям, но бычки и креветки, которые также мигрируют вверх по течению, не останавливаются. Креветки просто переползают по валунам, пока рыба плывет через каскады воды. Передвигаясь дальше к земле, они по очереди преодолевают каждое препятствие. Эти маленькие бычки плывут, ползут и карабкаются вверх почти на 100 километров, чтобы достигнуть конца своего путешествия. В конце концов, они отложат икру в горных речках, куда редко заходят рыбаки. Эти горы также предоставляют прохладное убежище, несмотря на повышение температуры после ледникового периода. Турбулентные моря облаков сейчас появляются каждый день вследствие тропической жары и лесных испарений. В последние 10 тысяч лет множество созданий, любящих прохладу, отступили в холодные верховья. Это горное течение – дом для одного из таких видов. Этот лосось найден только на Тайване. Самки борются за лучшие места, чтобы метать икру. Победительницы откапывают гнезда на дне потока. Эта рыба известна как пресноводный лосось, так как он обитает только в горных водоемах. В более прохладные времена ее предки должны были плыть вверх из моря, как это все еще делают их родственники в Японии. Но низины Тайване сейчас слишком теплые для этой рыбы, любящей прохладную воду. Самцы соревнуются за самок и становятся более агрессивными к соперникам. Обе рыбы находятся рядом с гнездом, пока идет метание икры. Самец внимательно наблюдает за партнершей. Если самка снижается, чтобы лечь, он плывет бок о бок, чтобы выпустить сперму. Этот лосось – просто одно из многих любящих холод созданий, вытесненных сюда в течение ледникового периода. Горная подземная гадюка живет на высоте более двух тысяч метров вместе с альпийской ящерицей, одной из ее любимых жертв. Под валунами живут еще одни беженцы. Саламандры из севера выживают на этом южном форпосте и разделяют прохладное убежище с маленькими млекопитающими. Черноголовая полевка снует по своей подземной норе, когда чувствует угрозу снаружи. Некоторое количество тайваньских животных живут изолированно от их родственников в тысячах километров от северного Китая и Гималаев. Многие животные, использовавшие перешейки для пересечения моря из Азии во времена ледникового периода, остались здесь из-за поднявшегося уровня моря. Некоторые эволюционировали в уникальной форме. И теперь остров наполнен как своей собственной фауной, так и новыми эмигрантами. 14 видов птиц могут быть найдены только здесь. На Тайване их всего более чем 500 видов, поэтому плотность разновидностей птиц здесь самая высокая в мире. Еще на Тайване высочайшая в мире концентрация бабочек. Их здесь более 400 видов, около 50 из них уникальны. Здесь также живут более 70 видов млекопитающих. Ключ к тайваньской богатой дикой природе лежит в его ступенчатом и разнообразном ландшафте. Ледяные вершины, склоны с испарениями и участки леса в низинах – все это создает прекрасные условия для животных с самыми разными нуждами. На уровне моря изобилуют солнцелюбивые ящерицы, а гигантские тропические насекомые прячутся в ветках деревьев. Тайвань был образован могучими силами, и условия все еще проверяют на прочность его обитателей. Дикое восточное побережье – дом для замечательной рыбы, живущей не в воде, а цепляющейся за камни своими плавниками. Эти морские собачки соревнуются за место повыше на камнях над линией воды и перекатываются с одной стороны на другую, чтобы сохранить тепло своих тел. Между волнами они стараются удержаться на вершине, но всегда остаются насторожать. Они готовы прилипнуть снова к валуну побольше. Это кипящее море может стать шире. Драматические движения облаков предупреждают о приближении тайфуна. Дикие ветры здесь веками называли тайфунг, и они все еще периодически обрушиваются на остров. Обезьяны продолжают питаться, даже когда начинается дождь. Но вскоре им придется искать укрытие. Так же, как и тайфун, и другое древнее бедствие угрожает местным жителям. Этот храм был разрушен землетрясением, унесшим жизни более двух тысяч человек. Тайфуны и подземные толчки часто разрушают горные дороги. Однако нестабильность гор здесь способствует развитию навыков выживания. Землетрясения и тайфуны — это разрушительные черты тайваньской жизни. Тайваньцы привыкли восстанавливаться быстро и спокойно. Почти за 50 лет население достигло 23 миллионов человек, ведомые вперед революциями высоких технологий. Постоянная необходимость в еде, китайской медицине и жизненном пространстве легли тяжким временем на многие виды животных. Около 20 лет назад вся дикая природа Тайваня подверглась угрозе как никогда раньше, даже в дальних лесах. Однако с тех пор за этим начали следить. Пятая часть острова была защищена, и дикая природа сейчас имеет шанс восстановиться. Первый национальный парк Кентинг был основан в 1984 году, чтобы защитить перелетных птиц. Десятки тысяч птиц бывают здесь дважды в год, другие же остаются для гнездования. Ястребиный сарыч сейчас хорошо защищен от браконьеров. На юге Тайваня сотни тысяч бабочек собираются для зимовья в нескольких волшебных лощинах. Они прилетели сюда со всего острова. Этот рай защищен людьми для особенных бабочек. Долгое время они имели символическое значение для племени Лукай. Жизнь изменилась для всех коренных жителей Тайваня. Но многие традиционные связи с природой остались. И сейчас, в современном Тайване, разрушенное ранее экологическое равновесие постепенно восстанавливается. Ловля лосося сетью была запрещена, и популяция увеличилась в 10 раз за 5 лет. Множество секретов открылось, когда дальние горы были разведаны учеными. Они открыли много новых видов животных, включая хорька, и 4 вида летучих мышей. Для наблюдения за восстановлением дикой природы, они разместили автоматические фотокамеры в лесах. Сибирская куница, лесная куница и поедающий крабов мангуст, среди многих созданий которых они запечатлели. Еще одно животное, которое попало в объектив, было в последний раз замечено более 10 лет назад. Формозанский дымчатый леопард. Эта большая кошка не встречалась долгое время в тайваньских лесах. Ее судьба продолжает оставаться загадкой. Но более защищенные леса делают будущее многих видов тайваньских животных более светлым. Пятнистый олень, считавшийся исчезнувшим, появился снова. Макаки распространяются по острову. Даже дымчатый леопард, если он, конечно, выжил, может вернуться для продолжения своей охоты и снова показаться во всей своей красе. Вопреки периодическим налетам тайфунов и землетрясений, их штормам человеческого прогресса, горное сердце Тайваня все еще пульсирует жизнью. Несмотря на все испытания, животные выживают и продолжают населять этот прекрасный, развивающийся остров. Шпоры звенели. Есть лишь один верный способ превратить свинец в золото. Отлить из него пулю для конкурента. Может скажешь, куда мы едем? Искать 200 тысяч долларов. Я знаю название кладбища, а ты имя на могиле. Но в этот ад не полезет никто. Кладбища.